Всем автолюбителям и им сочувствующим привет! Ваши просьбы не остаются без внимания и снова для вас делаю подборку гайджетов и девайсов для машины. В этом видео мы рассмотрим еще 10 товаров, которые могут вас заинтересовать. Также не пропустите конкурс, который будет дальше в видео. Поехали! Бортовой компьютер. Отличная и интересная вещь, которая подключается к разъему ОБД на вашем авто. Устанавливать его можно на любое удобное для вас место. Он отображает расход топлива, температуру, напряжение сети, скорость в реальном времени, тахометр и еще другие параметры. Немаловажным является то, что в него встроен датчик освещенности. Яркость дисплея будет меняться в зависимости от погодных условий. Ссылка на проверенного продавца есть в описании. Декоративная насадка на глушитель за небольшую стоимость. Насадка подходит для выхлопных труб диаметром от 48 до 58 мм. Внешне изделие имеет вид двух сваренных между собой труб с одним основанием. Насадка фиксируется на выхлопной трубе тремя болтами, которые контрагаются гайками. Ссылка в описании. Еще один копеечный вариант покупки на Алиэкспресс. Светоотражающая клейкая лента. Эти ленты находят широкое применение для контурной и сигнальной маркировки. Ширина 1 см, длина 3 м. За эту цену вот такие размеры. Лента действительно светоотражающая. Эффект выражен. Но вот что интересно, отражает она не красным или другим синим цветом, какой вы покупаете, а натуральным оранжевым цветом. Светодиодный повторитель стоп-сигнала. Его особенность в том, что светодиоды лишены собственной ламп накаливания инерционности и зажигаются практически мгновенно. Чем раньше окружающие узнают о маневре, тем лучше. Стоит этот товар около 3 долларов, большинство отзывов положительные. Поэтому если у вас в авто не предусмотрен повторитель, то такой вариант рассматривать можно. Эквалайзер для автомобиля. В одном из выпусков я вам показал модель с разноцветным спектром, а этот я купил с синими светодиодами. Покупал не для автомобиля, а для дома. Дай вообще посмотреть. Вещь, как оказалось, очень крутая. В комплекте есть все необходимое для закрепления. Также есть настраиваемый датчик чувствительности и кнопка включения-выключения. Можно настроить так, что от шепота будет уже запускаться. А можно наоборот настроить чисто на бас. Работает четко, выглядит неплохо. Как для авто не знаю, но для гаража и дома вещь классная. Ссылка, где покупал я, есть в описании под этим видео. Линза френеля для парковки движения задним ходом на автомобиле. Еще один недорогой и в некоторых случаях очень полезный девайс. Если у вас проблемы с парковкой и не хватает углов обзора, то можно купить эту линзу. Крепится она на заднее стекло, тем самым создавая некий экран с большим углом обзорности. Актуальная ссылка и цена, где его можно купить, есть также в описании. А этот товар можно назвать колхозингом или еще другими разными словами. Но продается такой товар довольно неплохо. Это накидка на сиденье, очень и очень достойного качества. Заявлено производителем, что это натуральная овчина. Я не эксперт, но такая накидка действительно очень удобная. Есть много бирок, официальный сайт и много положительных отзывов. Шерсть не лезет, запаха нет и она очень теплая. Использовать на сиденье в авто или дома на кресле решать вам. Я лишь скажу, что качество достойное и есть несколько цветовых вариантов. Если хотите добавить красок в автомобиль, то можно приобрести ручку коробки передач, которая по контуру имеет светодиодную подсветку. Также подсвечиваются и передачи, изображенные на ней. Подходит она для механической коробки передач. Также можно у продавца заказать с логотипом для вашего авто. Инструмент для выпрямления вмятин. Этот товар весьма прост в использовании, но иногда действительно может вам помочь. В комплекте есть все необходимое для использования, включая инструкцию. Процесс прост. Клеим в центре вмятины присоску, цепляем инструмент и начинаем сжимать рычаги. Процесс можно повторить. Ссылка на товар и видео, как это работает, есть в описании. Бюджетные дневные ходовые огни. Через меня их купили уже не один десяток. Я говорю людям, что это не самый лучший вариант. Но заказы продолжают поступать. На данный момент вот еще 6 штук. Фары эти работают, светят неплохо. Но провод слишком тонкий, да и влагозащита слабая. Единственное, это цена около 2 долларов за штука. А покупать или нет, уже решайте сами. Друзья, если не видели предыдущие выпуски, то все ссылки есть в описании под этим видео. Я много заказал и показал товаров для автомобиля. Также еще жду интересные гаджеты. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. А для победы и участия в конкурсе на 200 рублей счет мобильного, вам нужно поставить лайк, написать любой комментарий. Итоги будут в группе ВК, как только соберем 1000 лайков. Всем желаю безопасных и комфортных поездок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...